Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Североказахстанской области является территориальным органом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Соответственно, в рамках осуществления своей компетенции наш департамент выполняет основные функции по реализации государственного контроля, регулирования деятельности субъектов естественных монополий, а также субъектов общественного значимого рынка. Кроме того, департамент осуществляет при своих функциях непосредственно соблюдение балансов интересов монополистов и потребителей, а также защита их прав. И кроме того, реализации поставлены тарифной политики. На сегодняшний день в нашем департаменте регулируется деятельность 53 субъектов по 65 видам регулированных услуг. Это в том числе производство, передача и распределение снабжения тепловой энергии, передача электрической энергии в сфере подъездных путей, водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день из 53 субъектов 6 субъектов предоставляют регулированные услуги по долгосрочным тарифам. А что такое долгосрочные тарифы? Это предельные тарифы, утверждаемые на 5 и более лет. Соответственно, данные монополисты берут на себя инвестиционные обязательства, которые направлены на увеличение качества предоставляемых услуг, обновление основных средств, реконструкция, модернизация действующих активов, которые непосредственно задействованы в оказании регулированных услуг. Соответственно, на сегодняшний день в рамках предельных тарифов реализуется инвестиционная программа на сумму свыше 30 миллиардов тенге. Это которая в течение 5 лет реализуется. Также хотелось бы отметить, что данные инвестиционные программы нашим департаментом осуществляется государственный контроль за реализацией мероприятий инвестиционных программ. Условно, по итогам 2023 года, в текущем году, к 1 мая были предоставлены отчеты об исполнении тарифных смет, а также отчеты об исполнении инвестиционных программ за 2023 год. Соответственно, в настоящее время нашим департаментам проводится анализ. Например, могу сказать, что в прошлом году в отношении субъектов вести монополию, это 18 субъектов, были введены временные компенсирующие тарифы на сумму свыше 230 миллионов тенге, которые необоснованно они получили. Это за счет неисполнения мероприятий инвестиционных программ, а также неисполнения статей затрат, предусмотренных, утвержденных в тарифной смете, более 5%. Если имеются какие-то неисполнения статей затрат, в отношении данных монополистов принимается в виде меры, это утверждение компенсирующего тарифа. Что это такое компенсирующий тариф? Это у нас тариф путем снижения действующего тарифа обеспечивает возвратность необоснованного полученного дохода. В текущем году, в настоящее время, проводятся до сих пор анализы, мы еще не завершили, но находимся на финишном черте. По итогам анализов, в отношении 10 монополистов были приняты меры по утверждению компенсирующего тарифа в размере 58 миллионов тенге. Это путем снижения тарифа обеспечивается возвратность необоснованного полученного дохода. Кроме того, в департаменте ведется претензионно-исковая работа. Это когда мы обращаемся в целях защиты прав потребителей, в судебные органы. Кроме того, для ощущения своих функциональных обязанностей мы обращаемся в судебные станции. В прошлом году мы, когда обращались в судебный орган, порядка 47 судебных исков мы подавали. В этом году за 9 месяцев у нас 33 судебных исков подали, это в том числе и гражданские, и административные, где мы защищаем в основном права потребителей. Хотелось бы отметить, что в прошлом году такое резонансное дело было у нас одно, в связи с тем, что многие у нас юридические лица, которые расположены на первых этажах жилых домов, это в основном индивидуальные предприниматели, магазины, офисы, аптеки были. Они в целях своих прав обратились в наш департамент в связи с тем, что СИФКЗ «Энергосбыт» в отношении них при применении платы за теплооснабжение в расчетах применялся коэффициент, который увеличивал стоимость платы размера. Соответственно, в нашем департаменте, изучив жалобы данных заявителей, изучив материалы, запросы были отправлены необходимым государственным заинтересованным компетентным органам, и по результатам итогов изучения материалов был подготовлен иск в отношении СИФКЗ «Энергосбыт» и в итоге мы все инстанции выиграли, первую и вторую инстанцию. Соответственно, были защищены права 1249 небытовых потребителей, это юридические и индивидуальные предприниматели, но общая сумма свыше 96 миллионов в деньге. Кроме того, после этого мы повторно подали иск в отношении СИФКЗ «Энергосбыт» в целях защиты прав физических лиц. Это бытовые наши потребители, которые проживающие в этих же домах, где есть приборы учета, а также расположены юридические лица. То, что юридические лица они сняли и доначислили физическим лицам, жителям, бытовым потребителям. В итоге мы тоже обратно повторно подали иск, в итоге тоже выиграли данный судебный процесс, и в итоге где-то свыше 33 миллионов в деньге бытовым потребителям вернули вот этот необоснованный доход. Также хотелось бы отметить, что нашим департаментом осуществляется в части тарифной политики. Это, если помните, мы в прошлом году неоднократно в телевидениях выступали, а также приглашали общественный совет и депутатов нашего областного масляхата. И, кроме того, потребители приглашали, когда субъекты обращались непосредственно в департамент о пересмотре тарифов. По поручению главы государства в прошлом году, когда 1 сентября озвучил свое послание населению нашему региону и в целом по республике, было поручено нашему отраслевому госоргану о необходимости внедрения новой тарифной политики, это тариф в обмене инвестиций. Соответственно, с прошлого года, с 1 июля, в нашем департаменте неоднократно были пересмотрены инвестиционные программы монополистов, которые непосредственно оказывают свои регулируемые услуги на территории города Петропавловск и в целом по области. И, соответственно, были пересмотрены инвестиционные программы в сторону увеличения, так как инвестиционная программа непосредственно направлена на модернизацию, реконструкцию основных активов путем обеспечения снижения износа оборудования и сетей тепловых, электрических, водоснабжения и канализации. Да, мы должны открыто говорить, что на сегодняшний день активы, которые непосредственно задействованы в оказании регулируемых услуг, он превышает предельно допустимые износы. К примеру, я могу сказать, что в сфере электроэнергетики уровень износа в прошлом году социального уровня 95%, а на сегодняшний день уже 97%. Это, можно сказать, это критический уже уровень. Для этого, чтобы снизить износ, необходимо обновление основных средств. Это путем привлечения инвестиций, это за счет, может быть, за счет тарифа, за счет бюджетных средств, за счет привлечения каких-то займов, это банки второго уровня, либо международной финансовой организации. Те инвестиции, которые мы реализуем в рамках предельных тарифов, обеспечивают снижение износа, но при этом хотелось бы отметить, что ежегодный естественный износ, он вот этот съедает. Соответственно, уровень у нас естественного износа колеблется в пределах 2,5-3%. А те инвестиции, которые мы в рамках тарифа реализуем, он обеспечивает снижение износа от 1 до 2%. Соответственно, на сегодняшний день те инвестиции не покрывают показатель естественного износа. В этой связи нами был инициирован пересмотр инвестиционных программ, были привлечены дополнительные объемы инвестиций. И в итоге, на сегодняшний день, за 2024 год предусмотрено 7,8 миллиардов тенге реализации инвестиционных программ на текущий год. В этом году мы в августе-сентябре месяце проводили общественный мониторинг с участием, пригласили специально представителей средств массовой информации, депутатов города областного масляхата и городского масляхата, общественных объединений, госорганов приглашали, потребителей, специально выезжали на объекты, где производится реконструкция, модернизация активов. Это тепловые сети, где замена происходит, оборудование и тепловых электрических сетей, опоры были, арматуры были, путем замены были. За счет этого обновляются основные средства, которые обеспечат, во-первых, это снижение износа, повышение качества предоставляемых услуг, в целях того, чтобы наши потребители должны получить качественные услуги, а также уменьшить аварийности. Так как у нас, когда мы выезжали на объекты, вот как раз руководитель данных компаний, специально подготовили презентации, там они наглядно по годам показали динамику снижения количества аварий и отказов, которые происходят непосредственно в объектах данных монополистов. Также хотелось бы отметить, что те инвестиции, которые мы закладываем в структуру тарифа, он обеспечивается путем контроля за целевым использованием средств, которые мы заложили в структуру тарифа. Это у нас обеспечивает двум направлениями. Это в части контроля за исполнением тарифных смет и за исполнением мероприятий, утвержденных инвенционных программ. То, что я изначально говорил, что наш монополист ежегодно к 1 мая текущего года предоставляет свои отчеты, в рамках него проводится анализ отчетов. Мы получаем, если в части реализации инвестиционных программ от Управления энергетикой жилищно-коммунального хозяйства Североказахстанской области, они нам предоставляют заключение о целесообразности принятия мероприятий инвестиционных программ, если они реализовали. Также к отчету прикладывается техническая экспертиза, что данными монополистами были реализованы инвестиционные программы, и те средства, которые были учтены в структуре тарифа, были освоены. Исходя из данных материалов, на нашем департаменте проводится анализ, и по итогам принимаются соответствующие меры. Если в случае неисполнения каких-то мероприятий в часе, в деньгах, которые мы заложили в структуру тарифа, в отношении монополиста принимаются меры, это утверждение компенсирующей тарифа. К примеру, хотелось бы отметить, что по итогам анализа 22-го года в отношении монополистов на сумму свыше 230 миллионов в деньгах были приняты меры путем утверждения компенсирующей тарифа, которые обеспечивают возвратность данных необоснованно полученных доходов. В текущий период мы сейчас проводим анализ за 2023 год, на сегодняшний день уже в отношении 10 монополистов мы меры приняли на сумму 58 миллионов в деньгах. Это в среднем снижение составило от 1 до 42%. Это в отношении разных монополистов, это в сфере подъездных путей, были в сфере водоснабжения, электроснабжения и канализации в том числе. Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний день нашему департаменту предоставляются такие государственные услуги, это монополистам непосредственно, которые обращаются в наш департамент, а также от субъектов общественного значимого рынка, которые осуществляют свои деятельности, это в розыщении реализации электрической энергии. Такие виды у нас на сегодняшний день, 5 видов у нас в госуслуг предусмотрено, законодательства. Это в том числе у нас в отношении монополистов, это включение и исключение из государственного регистра субъектов, естественных монополий, получение согласия по обращению субъектов, это реорганизация, ликвидация деятельности в случае прекращения, сделка с имуществом, которые непосредственно монополисты при осуществлении своей деятельности хотят в случае продажи, либо реорганизации, вот такие вещи. Кроме того, последний вид деятельности, это у нас, когда субъекты обращаются в полномочный орган для получения согласия в сделке, это в сфере подъездных путей. Это специально отдельная выведенность в связи с тем, что есть те подъездные пути, которые при реализации должны продавать, либо при конкурсном виде, когда реализация идет, непосредственно кто из потребителей, непосредственно контрагента получает данные виды услуг. Для них дано возможность приобрести данные подъездные пути. Вот такие виды услуг нам предоставляются. В текущем году у нас 31 заявление поступило в адрес департамента. Из них по 26 дано согласие, по остальным было отказано путем мотивированного предоставления обоснованного заключения. Но при этом данный отказ это не ограничивается, данный монополист, соответственно, устраняет свои замечания и повторно обращается для получения качественного оказания государственных услуг. У нас государственные услуги предоставлялись исключительно в электронном формате в целях уменьшения коррупционных рисков, а также уменьшения бюрократии, так как раньше наши данные виды услуг рассматривались в течение 30 календарных и 30 рабочих дней. А на сегодняшний день, условно для получения лицензии, у нас сокращен срок рассмотрения, это 15 рабочих дней. Когда субъекты обращаются для включения в регистр, от 30 календарных дней сокращен до 30 минут, в течение 30 минут он мог получить на госуслугу. В случае исключения из госрегистра рассматривается в течение двух рабочих дней. И, соответственно, насколько рабочие дни были сокращены сроки рассмотрения. Данные меры, во-первых, направлены для обеспечения прозрачности, так как данная услуга предоставляется в электронном формате, а также обеспечения открытости, что наш государственный орган всегда открыт. Кроме того, у нас в нашем департаменте имеется на первом этаже площадка для получения консультации, так как в случае обращения за консультацией непосредственно и физические лица, и юридические лица могут непосредственно подойти, ознакомиться с государственными услугами и получить более подробную консультацию. В части контроля хотелось бы отметить, что в прошлом году в отношении трех монополистов мы привлекли к административной ответственности за нарушение закона о естественных монополиях на общем 11 миллионов тенге, которые взыскиваны в 100% объеме. В текущем году в отношении одного монополиста мы проводили внеплановую проверку на основании жалобы, по результатам которого выявлен необоснованно полученный доход за счет того, что данным монополистом применен тариф, который не был утвержден нашему полномочному органу. Соответственно, данный субъект был привлечен к административной ответственности на сумму 516 тысяч тенге, которая была оплачена в 100% объеме. И кроме того, вынесено предписание о возврате данных средств. Мы утвердили компенсирующий тариф и путем снижения. Соответственно, в настоящее время данный монополист обеспечивает необоснованно полученный доход, который незаконно взымал со стороны потребителей.